Эти стены хранят память о белорусах, которые отдали свою жизнь за спасение Родины. Храм-памятник в честь всех святых чтит подвиг героев войны 1812 года, Первой мировой и Великой Отечественной войн. И символично, что именно здесь вскоре соберутся горожане, чтобы пожелать мира родной Беларуси. Жить и помнить именно под таким названием и состоится торжественное событие. О предстоящей акции поговорим с настоятелем всех святского прихода, протеереем Фёдором Повным. Отец Фёдор, здравствуйте. Добрый день. Протеерей Фёдор Повный, 56 лет. Родился и вырос в Гомельской области в семье священника. По окончании школы поступил на художественный факультет Минского театрально-художественного института. Затем последовала служба в армии, после чего принял решение посвятить свою жизнь служению церкви. Учёба в московских духовных школах постепенно стала совмещаться с послушанием в должности личного секретаря митрополита Минского и Белорусского Филарета, который в то время возглавлял отдел внешних церковных сношений. С момента основания возглавляет Всехсвятский приход города Минска, который включает в себя храм-памятник, дом милосердия и деревянную церковь в честь живоначальной Троицы. Кандидат богословия, лауреат премии президента Беларуси за духовное возрождение, обладатель специального приза конкурса «Телевершина». Отец Фёдор, люди приходят к молитве по различным причинам. Это может быть момент поиска душевного покоя или выхода из сложной жизненной ситуации. А какие предпосылки торжественной акции «Жить и помнить», где и будет звучать молитва за Беларусь? Святой Исаак Сирин говорит, не своди молитву к словам, сделай всю свою жизнь молитвой к Богу. И вот то, что горожане придут к стенам храма-памятника, чтобы отдать долг памяти своим героям, чтобы помолиться за единство народа и мира – это уже есть поступок. Это и есть страница нашей жизни, наполненная патриотизмом и добром, а значит, обращенная к Богу. Хотя такая молитва не столько мольба, о которой говорит корень слова, сколько свидетельство. Свидетельство того, что мы народ, что у нас есть отчий дом, славные деды и прадеды, и мы вместе заботимся о благополучии нашего общего большого дома – Белоруссии. И, вы знаете, не надо никаких предпосылок, чтобы любить свое Отечество и желать ему крепости, процветания и мира. Это естественное выражение духа. «Жить и помнить» – акция многоконфессиональная. Как вам удалось объединить представителей различных вероисповедований под куполом православной церкви? Позволю себе небольшую ремарку. Не под куполом, а у стен храма памятника. Это и прозвучит корректнее и правдивее отразит суть происходящего. Ведь храм-памятник здесь выступает, как запечатленная в камне история нашего Отечества. В эти дни несколько ниш крипты храма памятника заполнятся землей смесь захоронения военнопленных, солдат, узников концлагерей, среди которых было немало наших соотечественников, белорусов. Эти захоронения находятся в семи странах Европы. В этот момент мы обретем тысячи наших героев. Они символично вернутся на свою родину, где мы их с честью встретим. Скорее всего, это они созвали нас вместе и тем самым объединили. Родина и история – наши общие ценности. И сегодня, когда мы стоим перед принятием ответственного решения, от руководителей высокого уровня до гражданина, каждый приходит со своими, так сказать, пытаниями. А некоторые даже не стесняются написать. Искушают меня вопросами, что нам делать, как поступать. Можно и я вас немножечко поискушаю, потому что совсем скоро белорусам предстоит сделать очень серьезный выбор. А вы не только священник, но прежде всего гражданин Республики Беларусь. И все-таки принятие решения – это большая ответственность. Выбор может вызывать какие-то разногласия. Так раз уж мы имеем модель жизни при различных конфессиональных взглядах, возможен ли путь к миру и единству при различных политических, экономических и других взглядах? Мне думается, что этот путь возможен только через служение в евангельском понимании этого слова. Мне хотелось бы поделиться с вами евангельским повествованием от Марка, где Господь, обращаясь к ученикам, сказал, что ему надлежит пострадать, быть казненным, в третий день воскреснуть. Это, конечно, удивительное откровение, которое учитель передал своим ученикам, но совершенно удивительно и как бы нелогична реакция учеников на это откровение. Двое ближайших учеников Спасителя, Иаков и Иоанн, братья Завидеевы, обратились к нему с неожиданной просьбой. Господи, посади нас по правую и по левую сторону от Тебя, когда Ты явишься в славе Своей. В их словах не было сострадания к учителю, не было переживания и горя о том, что ожидает Христа, а было желание использовать силу своего учителя, чтобы приобрести некое благо, возвыситься над другими людьми. И вот Господь говорит им, что Он не имеет власти посадить их по правую и левую сторону от Себя. И завершается евангельский отрывок удивительными словами. Тот, кто хочет быть больше между вами, да будет вам слугой. Видимо, в человеческую природу заложено стремление к развитию, совершенствованию. И чаще всего люди определяют степень своего развития, жизненной удачей, потому, какое положение в обществе они занимают. Иногда в жизни эти стремления приобретают совершенно болезненное выражение. Про таких людей мы говорим. Честолюбивый человек, тщеславный человек, человек, который все свои силы направляет только на то, чтобы стать выше других, сесть по правую или по левую сторону. Конечно, не Господа, а какого-нибудь начальника. Вначале местного, ну а потом повыше, а потом, может быть, вообще сесть на место какого-либо своего начальника. Отец Федор, так при каких условиях возможен гармоничный союз обычных людей и власть имущих? Вы знаете, удивительно, что Господь не осуждает учеников за то, что они попросили Его занять высокое место. Он не сказал им, почему вы думаете о себе, когда я говорю о своих страданиях. Он не сказал им, что их мысли неправильны и греховны. Он не оспаривает их желания, но он дает ясное понимание того, что означает для человека положение выше, чем то, которое имеют окружающие. Господь ясно определяет ценность высокого положения человека, единственную ценность, которая существует в очах Божиих и которая связана с властью. Этой ценностью является способность служить другим. Расшифруйте, пожалуйста, что вы имеете в виду. Конечно. Стремление к власти может быть греховным и буквально убийственным для человеческой души, если оно сопровождается непременным стремлением от власти получить высшее благо. Материальные, социальные, общественные. То есть служить самому себе. Всякое использование власти во имя личных идей и целей является грехом. Хорошо. С точки зрения христианства вообще допустимо, чтобы один человек господствовал над другим. И как это применимо к светскому государству, где пробирована иерархия, вертикаль власти? Вы знаете, здесь совершенно искренне нужно сказать о том, что существует некая тайна человеческой власти. Но до конца, может быть, и непонимаемая нами, но у этой тайны есть нравственное божественное измерение. Тайная власть обращена во спасение тогда, когда самая власть служит другим. И нет другого измерения власти, как только служение. И чем выше человек поднимается по ступеням своего служебного продвижения, тем должно быть больше внутреннего смирения, тем должно быть выше осознание необходимости в свое положение употреблять во благо других людей. Это справедливо не только по отношению к тем, кто имеет политическую власть. Это справедливо и по отношению к тем, кто имеет экономическую власть. И если хотите, даже церковную. Это справедливо по отношению к богатым людям, потому что часто богатство – это всегда власть в том или ином размере. И богатство может быть во благо, и богатство может быть в осуждение и в погибель. Если человек имеет средства, которые по своему объему превышают необходимые затраты на жизнь такого человека, то это означает, что такому человеку вручается богом особая ответственность за других людей. Добрые дела, благодеяние – это, знаете, не некая прихоть богатого человека, это требование к нему, если он желает, чтобы богатство не обернулось для него погибелью души. Можно ли ваши слова воспринимать как напутствие к кандидатам на пост президента? Почему только для кандидатов? Точно так же и для людей, обладающих политической властью. Требования служить другим заключают в себе единственное правильное и богом определенное понимание власти. Взгляните, почти все беды в человеческой истории – скорби, болезни, войны, революции, общественные катаклизмы порождались безудержным стремлением людей иметь власть. Для того, чтобы завладеть властью, люди шли на страшные преступления. Разве власть, принятая безнравственно и преступно, может обернуться благом или служением для других? Никогда. Разве деньги, нажитые нечестным путем и направляемые в первую очередь на удовлетворение своих все возрастающих потребностей человека, могут принести ему счастье и благополучие? Никогда. Потому что такая логика освоения власти и богатства противоположна той логике жизни, которую Бог благоволил заложить в человеческие отношения. Каждый, особенно христианин, должен ясно понимать смысл и значение власти и богатства. Вот почему Спаситель, если мы возвратимся вновь к этому евангельскому тексту, говорит своим ученикам Якову и Иоанну, «Не в моей власти посводить вас справа и лево от себя в своем царстве, потому что такое посаждение было бы против богом учрежденного порядка жизни». Когда же божественный порядок разрушается, то вместе с этим порядком разрушается и человеческая жизнь. И мы знаем, что ни одна борьба, кровавая и жестокая за власть, ни одна революция не сопровождались миром, покоем, радостью, благополучием, потому что те, кто устремлялся к власти, менее всего думали о служении, а более всего думали о том, чтобы именно им принадлежала эта сладкая и вожделенная возможность повелевать другими людьми. Большинство наших зрителей не имеют политической власти. Получается, что слова евангелиста Марка к нам не обращены? К нам. Именно к нам, потому что стремление брать верх над другим глубоко присуще человеку. И если мы спустимся с высоты, о которой говорим, с высоты политической, экономической власти, до уровня наших храмов, приходской жизни, до уровня самих разных организаций, в которых мы трудимся, наконец, до уровня наших семей... А каким образом стремление брать власть над другим отражается на семейных отношениях? Или эта проблема изначально зарождается на уровне семьи? Давайте зададим себе вопрос, а почему в конечном итоге так хрупки наши семейные узы? Почему так часто распадаются семьи? Так нередко муж и жена становятся чужими людьми, а дети перестают иметь связь с родителями? Нередко причиной этих семейных проблем являются те же самые нехристианские отношения к власти. Собственно, какая уж в семье власть? А ведь нет, посмотрите, как стремится один из супругов, но непременно взять верх над другим, доставляя другому болезнь и горе. То же самое происходит и в наших приходах, трудовых коллективах, межличностных отношениях. Всякий раз, когда мы хотим взять верх над другим, мы должны ясно понимать, что это наше стремление должно сопровождаться готовностью другому послужить, что это наше стремление должно сопровождаться внутренним самоуничижением, ответственностью за другого человека. Глава должен принимать на себя не только власть, но и ответственность за материальное содержание, за духовное состояние семьи. И этот перечень случаев, когда стремление к власти непременно должно сопровождаться возрастанием ответственности, можно продолжать до бесконечности. Отец Федор, не до бесконечности. Несколько слов в завершении нашей беседы. Как верующему человеку мне хотелось бы заметить, что в Слове Божьем мы подлинно слышим голос божественного откровения. Нет неправильных или ошибочных слов в Евангелии. Всякое слово несет в себе божественную мудрость. И в ответ на эту мудрость, не мудрствуя лукаво, мы должны принимать и умом, и сердцем, сказанное Богом. Помня, что только на основе божественного слова и божественной истины, а никакой другой человеческой истины, можно построить счастливую и благополучную жизнь, имеющую измерение благополучия не только в этом нашем земном бытии, но и в жизни вечной. Мне думается, эти размышления будут благополезны нам в это важное для каждого из нас и страны в целом время. Время принятия судьбоносных решений, результаты которых зависят от нашей мудрости и дальновидности, которые и желаю всем нам с вами. Спасибо за содержательные ответы. Во славу Божьей!